Уважаемые коллеги, конечно вопрос бобовых культур в последнее время стал очень остро по той причине, что мы умудрились даже в Ростовской области в последние годы превысить уровень производства азимых культур, азимых и в целом зерновых колоссовых культур 14 с копейками миллионов тонн. 14,7 за прошлый год волок. Конечно, я являюсь разработчиком системы земледелия и в том числе структуры пассивных площадей по Ростовской области в зональной системе земледелия, которую мы приняли на 21-26 годы. И в том числе этот раздел, по крайней мере, в этой системе выпала честь мне заниматься этим вопросом. Безусловно, всегда и понятно была главная проблема – это производство зерна. Вы знаете, что это было и при Союзе, и при сегодняшнем моменте. Поэтому, по всей видимости, в какой-то степени произошел перекос. Но перекос произошел не по той причине, что все-таки значимость этой культуры увеличилась, а перекос произошел по той причине, что структура сельскохозяйственного производства в корне изменилась. У нас животноводство по существу, ну, я не буду так резко говорить, но резко сокращено. А сравнивая с тем, что было в Ростовской области и с тем, что сегодня осталось, наверное, я не хочу даже эти цифры приводить. Я, будучи директором совхоза, у меня было животноводства больше, чем сегодня в отдельных полуростовской области. Вы извините, грубо говоря. Поэтому и в этом отношении, учитывая, что спрос вопросов на производство, на выращивание кормовых культур резко упал. И поэтому мы, когда говорим о соблюдении севоборота в целом, мы всегда подразумеваем, что должна быть определенная система чередования сельскохозяйственных культур. А что произошло? Последние годы мы стали пар Азима-Азима, и опять, а на востоке Ростовской области пар Азима-Азима, и опять пар Азима-Азима, и так далее, и тому подобное. То есть в этом направлении, конечно, гораздо усложнилось, и, следовательно, посевные площадья резко стали расти. И отсюда надо отдать должное, что капитал, который должен быть вкладываться в развитие животноводства, он волей или неволей перетек на растеневоческую отрасль. Поэтому я должен прямо сказать, что урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе и главная культура Азима-Азима-Азима резко возросла, и поэтому, как следствие, мы стали получать, один из моментов, получать хороший урожай. Но, к великому сожалению, сейчас при открытии нашей с вами дискуссии, было сказано на тот счет, что все-таки мы подошли к такому знаменателю, что при закрытии внешнего рынка у нас возник внутреннее перепроизводство, значит, зерновых культур. Возникает закономерный вопрос, а что дальше? Какие моменты и чем можно заменить? Вы знаете, мы все время были, значит, вносили предложение в структуру посевных площадей немножко поменять. И когда я готовил, я готовил там, значит, там где-то по 300 тысяч, будем говорить, зернобобовых культур, включить структуру в целом имеется по области. Но культурно поправили, и там в этом отношении немножко поменялась в этом плане структура. Но мы же прекрасно понимаем, что в настоящее время структура посевных площадей у нас продолжает занимать почти что 10% паровое поле. Я как вот земледел и как растеневод, да, и одновременно еще и занимался, дай бог, не единожды лет защитой растений. Вопрос сохранения точно плодородия в целом по стране и в Ростовской области не снят. Как и не снят черный пар. Екатерически выступает за снятие черного пара и замену в всеобороте структуру зернобобовыми культурами. Уважаемые коллеги, Вопросы производства зерновых и зернобобовых культур, конечно, играет главнейшую роль в вопросах работы селекционеров. Наш Ростовский аграрный центр, его бывший Донской зональный институт, занимается и одной, и той культурой очень принципиально и серьезно. Мы являемся, значит, более 2,5 миллионов гектар занимает азимая пшеница. И вот при вступлении в наш разговор 33% Российской Федерации занимает сорта гороха нашей селекции. Я должен сказать, что как это плохо или хорошо. Конечно, для нас это очень хорошо. Но по большому счету, при всем при этом, рынок зернобобовых культур в России нестабильный. И он как-то, вы знаете, хаотичный по отдельным направлениям. У нас нету востребованности пищевой промышленности. У нас нету востребованности по отдельным направлениям, значит, бобовых культур и в животноводстве. А по той причине, что все привыкли получать из-за бугра со всеми добавками. Вот мы с Константином Игоревичем разговор вели в этом направлении. Он сегодня там интересно ведет исследование в вопросах кормовых культур. Поэтому в этой связи, конечно, очень принципиально серьезный вопрос. Я хотел бы сказать, что мы являемся оригинатором очень интересных сортов. Последнее время сорта гороха вышли на рынок достаточно широко и занимают большие площади. Друзья, кому неизвестно из вас, такие сорта, допустим, как атаман, аксайский усатый, сотник, сегодня мы амулет, сегодня новые сорта вышли, гонец. Что нужно сказать? Что в этом направлении очень принципиально ведется селекция. И у нас лаборатория селекции и семеноводства горохов, возглавляет Коробова Наталья Александровна, в этом направлении достаточно серьезно наработки имеют место и на перспективу. Какой порядок в этом направлении ведется в нашем институте по вопросам селекции и производства, и одновременно агротехники? Мы отработали такую систему, как только селекционеры находятся на финале изобретения сорта, а вы понимаете прекрасно, что, допустим, вывести сорт, нужно немалое количество лет. Чудес в природе не бывает, к великому сожалению. В лучшем случае 7 лет, а в большем случае до 10 лет это один сорт, чтобы ее вывести. У нас отдел земледелия и растеневодства в кооперации с селекционером сразу берем мы этот сорт и отрабатываем на нем агротехнику. То есть мы должны выдавать в этом направлении, какой сорт и особенности каждого сорта, на что более принципиально и более серьезно реагирует в агротехническом комплексе возделывания этой культуры. Чтобы можно получить максимальный потенциал, наши сорта, я должен сказать, что районирны в шести регионах Российской Федерации, и максимальная урожайность наших сортов, допустим, в Тамбовской области, получена по 74 центера. Я думаю, что эта иозимая пшеница в отдельных случаях не добирается до этого показателем. Поэтому мы в этом плане стараемся, чтобы при реализации наших сортов зернобобовых культур и принципиально гороха, мы выдаем уже готовую агротехнику. В чем она заключается? Уважаемые друзья, казалось бы, выращивание гороха простая, как, правда, технология. Учитывая, что мы получили безвозмездно громадный подарок в кавычках России в целом и Юг России, амброзию, которую мы завезли с вами, полнолистную, это не просто вопрос, это контрабанда, которая поставила всех нас в страшно тупиковое положение. Я позже скажу. Поэтому вопрос производства горохов, я позволю себе по отдельным моментам агротехники сказать, по таким моментам. Начинается не с посева. Вопрос производства гороха начинается с основной подготовки почвы. И мы должны прямо сегодня заявить, я не знаю, конечно, здесь производственники, они тоже могут, ну, по крайней мере, мы тоже в этом отношении занимаемся серьезно. У нас четыре опытных станции, на которых мы апробируем, кроме того, что у себя на участках разрабатываем технологии, а там идет апробация и потом найдет на производстве. Мы должны прямо сказать, осенняя подготовка почвы под возделывание зернобобовых культур, но учитывая, что горох является, а моей темой, является важнейшим элементом. В чем суть вопроса? Первое. Во-первых, в способах обработки почвы. Горох любит глубокое рыхление. Поэтому, если мы ведем с оборотом пласта, спашка должна быть на 25-27 сантиметров, по нашим строим убеждениям. Я не знаю, там Игорь Константинович может со мной спорить, но это и вопрос. И мы предпочтение отдаем двум способам обработки почвы. Это с оборотом пласта и чизельная обработка почвы на такую же глубину. И третий способ обработки почвы, поверхностная обработка до 16 сантиметров. И затем осенью мы проводим глубокое щелевание на 40-45 сантиметров и не прикасаемся к этому полю. Но до этого, на этом поле, до чизеля, который зайдет, мы интенсивно ведем борьбу с сорняками в осенний период времени. И самое главное, спашка должна быть ранней, мы должны этой спашке создать условия для прорастания сорняков, а если это сорняки многолетние зимующие, мы должны их уничтожить с осени. Почему? Потому что в обовой культуре все, я не знаю, как другие коллеги, но на нашем опыте, все очень-очень серьезно, негативно отзываются на применение гербицидов. Это очень сложный вопрос. Поэтому, если касается уничтожительной растительности, мы дожидаемся, пока сорняк в фазе розетки, затем применяем гербициды сплошного действия, допустим, типа глифосада. После того, когда мы убедились, что вопрос решен по сорнякам, введем выравнивание почвы и уходит в зиму ровненькое, как на тарелочке. Я полагаю, всем понятно, отдельно коллеги наши говорят, да зачем нам осенью, бить там технику, не всегда почву можно разделать, всегда можно разделать. Надо именно гербициды сплошного действия применять в осенний период времени. Я Америку не открою, почему. Да по причине, что витативная масса, которая осенью образуется на сорной растительности, поглощает гербицид с перемещением в корневую систему, которая заставляет его, что? Погибнуть. А в весенний период времени, когда мы применяем, мы просто делаем какой-то степени ожоги, приостановим рост сорняков на какой-то период времени, и потом эти сорняки восстанавливаются. И очень важный момент в этом направлении, мы берем тактику, чтобы весной на почву лишний раз не лезть. Если осенью пассивы выровнены, весной мы не барануем эти пассивы. Мы заходим с агрегатами, легенькая культивация, 5-6 сантиметров, и проводим ранней сего гороха. Определенное время Наталья Александровна занимала позицию такую, пока почва не прогреется. Вот вы не верите этим крестьянским признакам, что до башки, извините за выражение, проложить почву и узнает, какая температура, и потом принимает решение о посеве. Мы занимаем тактику такого положения. Как только можно будет, почва созревает, относительно, конечно, созревает. И когда мы говорим, что весной бороться с сорной растительностью, это пустота трата времени. Содняк простает тогда, когда мы с ним уже не можем бороться. Имеется в виду тем методом, который бы с меньшими издержками можно было бороться. Поэтому обработали почву и сразу сеем. Да, горов в какой-то степени чувствительны к низким температурам. Это мы тоже знаем. Мы при всем при этом принимаем решение для того, чтобы в какой-то степени немножко завершаем норму высева, если не идет после этого интенсивно нарастание высокой температуры. По крайней мере, у нас есть тактика, и мы в этом направлении знаем, что делать. Важнейший вопрос, друзья мои. Мы с вами учились, и сегодня продолжаем учиться, и все время должны учиться. Мы имели определенные навыки по норме высева семенного материала, чтобы можно получить максимальную продуктивность того или иного сорта. Сегодня мы убеждены, особенно по текущим моментам, когда сегодня запасы продуктивной влаги в пахотном горизонте достаточно высокие. Достаточно высокие. Мы в этом отношении контролируем. То есть запасы влаги большие. Мы считаем, что в этом году норму высева нужно держать в пределах 1,4 миллиона на 1 гектар схожих семян. Поверьте. Почему мы еще такую тактию выбираем? Не только в этом году. Мы ее в прошлом году держали. По той причине, что мы стараемся на пассивах гороха максимально уйти от гербицидов. Мы применяем серьезную агротехнику в этом направлении. После пассива обязательно барнование и ждем, как только 2-3 листа, и мы заходим с барнованием по всходам. Рекомендации легкие бороны. Я вам клянусь. Мы заходим средними боронами под моим руководством и вместе у нас есть специалисты и баронуем горох. Бывает, что баронуем дважды. Бывает, что мы обходимся один раз. Но мы ловим фазу развития растений и одновременно в это время уже появляется сорная растительность. То, что нам и надо в этом направлении. Я полагаю, что в этом вопросе очень серьезный момент. И, конечно, уважаемые коллеги, я прошу прощения, что я касаюсь в большей степени агротехники, потому что с этим производство связано. По-другому быть не может. Мы можем там большие затраты сделать и ничего не получить. Вопросы борьбы с вредителями. Да, еще вопрос такой. Мы, учитывая, что силобороты у нас, вот я позволю себе так сказать, нет. У нас просто есть определенное чередование культуры, которое формирует фермер в зависимости от рынка. Мы раньше эти моменты при советской власти по-другому формировали силобороты, а сегодня формирует рынок. Поэтому, невзирая на то, что там был тогда посеян горох, а зима и пшеница сегодня сильно не обращают внимания. Вопрос важнейший. Горох должен возвращаться на свое поле в системе осевоборотов не раньше, чем через 3-4 года. Если мы начинаем нарушать этот технологический цикл, этот процесс, мы немедленно имеем большие проблемы с корневыми глинями, и потом и т.д. и т.п. мы вынуждены потом применять фунгициды, они не всегда нам срабатывают, а с корневыми гнилями бороться. Это не просто праздный день. Ну и, конечно, очень важный вопрос, когда мы используем горох, допустим, для продовольственных и для семенных целей, это вопрос поражения брухусом и, значит, гороховый зернок. Уважаемые коллеги, отдельно нам производственники говорят, да мы же обработали, мы даже дважды обработали горох, но почему у нас брухус? Что за ситуация? Вопрос должен понятен и ясен быть. Независимо от того, есть возможность, нет возможности, но надо знать, упустил, значит, упустил ты урожай. Как только начинается первое начало цветения, берите и работайте против брухусом, значит, инсектицидами. И очень важный вопрос такого содержания. Инсектициды фермеры все время пытаются закупить наиболее дешевые. И, как правило, с маленьких 3-4-5 лет один и тот же. И, следовательно, в этом направлении вырабатывается резистентность, и мы с той нормой, которой боремся, вносим, уже того эффекта не получаем. То есть, начало цветения это первый срок обработки. Затем, через 10, максимально 15 дней, это примерно совпадает с полным цветением. Или 75% цветет. Заходите и работайте повторно. В этой ситуации мы сами решим не все проблемы, а проблемы с брухусом. Я должен отметить, что последние годы и мы в институте испытываем страшнее ситуацию с тлей. Уважаемые друзья, у нас были отдельные моменты, сегодня нету, или завтра пришли, уже и урожая нет на отдельных делянках после тлей. Поэтому второй, вот в этом направлении, по нашим наблюдениям, по нашей, я одновременно еще являюсь заведующим лабораторией в вопросах агротехники, вопрос контроля за развитием тлей должен быть на высочайшем уровне. промедление смерти и подобное. Поэтому я полагаю таким образом, что с учетом вот этих элементов мы должны иметь в виду. Но если случается так, что нам приходится бороться с сорной растительностью, конечно, сорняк это убительное снимает, может снять 30-40, а то и 50% урожая. Мы волей или неволей применяем решение борьбы с сорняками злаковым или, значит, широколистым сорняком. Как правило, мы по злаковым сорнякам почти что не боремся по той причине, что у нас агротехника из Барана решает вопросы гербицидов, если нам удается дважды обработать. Но против широколистых этот номер не проходит. Поэтому нам приходится там, где имеет место засорение, принимать решение по обработке гербицидов. Одна деталь. Уважаемые друзья, кто бы что ни говорил, какие бы фирмы не убеждали вас, что у них самый лучший и самый безопасный гербицид, любая обработка гербицидов, любых растений, а бобовых двойне, сажает в росте и развитии и формировании продуктивных органов на 10-12 дней. Сидеть и выглядывать и не дай бог в этот промежуток времени, значит, жара и так далее и тому подобное, мы резко теряем уроженность. В прошлом году были моменты многие, но нас спасала ситуация то, что дожди регулярно и систематически лили, поэтому те стрессовые явления, которые мы получаем на возилании гороха, они в меньшей степени были проявлены путем интенсивных выпадений осадков после их применения. Ну и, конечно, самый главный вопрос, уважаемые друзья, при выращивании гороха, при его продуктивности, потенциал, который бы мог дать, это вопрос урожая. Мы идем на поле, определяем белорусскую уроженность 50-55 центров, убираем 25 или 30 центров. Какая причина? Причина в одном. Как только горох созрел, мы должны решать вопросы уборки урожая. В это время всегда в уборку обязательно выпадает дождь, нам они мешают. Как только вегетировать, горох перестал, амброзия, здравствуйте, товарищи, она здесь. И мы пытаемся в этом направлении бороться с амброзией при помощи чего? Опять при помощи гербицидов сплошного действия тем же глифосадом. Но что происходит? Обработали мы глифосадом из расчета 2,5 до 3 литров, вегетативный листовой аппарат сгорел, но через 3-5-7 дней пробуждаются боковые почки, и мы начинаем иметь больше того, что имели. Какой же выход? Я считаю, что это проблема высочайшая. На всем юге. И если кто-то будет говорить, что он не успевает убрать горох, да бывают такие моменты, что мы успеваем горох. А по большей степени даже у нас делянки на размножение, мы не всегда нам это удается сделать. Суть вопроса, моя идеология в этом направлении и в целом. Я ее пытаюсь, как говорится, вынести на обсуждение. Друзья мои, нам нужно вернуться к раздельному способу уборки культуры и зернобобовых персонально. У нас такая картина на нуте, у нас такая картина на чечевице, такая картина на горохе. Раздельный способ уборки. Во-первых, он позволит нам на неделю, на 7 дней раньше свалить, уйти от амброзии и подобрать при первой возможности. Я уверен, что наши предшественники в 70-е, 60-е годы глупее нас не были. Да, были перегибы, чтобы все, допустим, только на свал и никаких гвоздей. Все должно быть разумно, но при возделении горохов, при возделении бобовых культур, я считаю, что в этом отношении, конечно, фактор очень серьезный. Уважаемые коллеги, если мы в вопросах выращивания гороха недооценим еще значимость этой культуры как предшественника, по той причине, что эти культуры, бобовые культуры, способны накапливать и фиксировать азот с воздуха при помощи клубеньковых бактерий. Вопрос важнейший, значит, обработка семян гороха инокулянтами. Мы пренебрегаем, говорим там дорого, дешево и так далее, и тому подобное. Один важный момент. Если мы прибегаем к этому варианту, мы должны иметь в виду, что инокулянт должен применяться в день посева культуры. Не заблаговеременно, не за два, не за три дня, в день посева. И не должны видеть красивые солнечные излучения. Очень важный момент следующего порядка. Вопрос удобрений. Нужно горох кормить или не нужно кормить? Мы изучаем шесть вариантов применения минерального питания на горохе. Шесть вариантов. Я сейчас их не буду перечитать. Суть вопроса в чем? Что касается азота. В отдельных хозяйствах 30, 40, 50 килограмм ДВ азота кидают почву вместе со сложным удобрением и ждут высоких урожаев. Да, вот такая ботва. Вырываем это растение на корневой системе. Что должно образовываться? Колобеньковые бактерии. После массового унесения минеральных удобрений в присутствии азота колобеньки не образуются. А зачем ему? Халява появилась. Естинного человек создал и они решают вопросы самостоятельно. То есть мир в этом отношении тоже способен приспосабливаться. Мы сегодня четко и ясно выражаем свою мысль. Внесение минерального питания в сочетание различного азота и фосфа, допустим, НПК. Наши критерии. Максимальное внесение ПДВ 30 килограмм азота и 80-80 фосфор и калия. Минимально 15. Выше нецелесообразно. Выше вносим азота. Колобеньковые бактерии отдыхают. Они просто отсутствуют. Поэтому вопросы минерального питания должны серьезно и принципиально разработать. Когда вносить? Вносить только осенью сложное удобрение, а азотное удобрение вносить весной по вегетирующим растениям. Отдельно мне говорят, ну хорошо, вы же осенью НПК не перелезаете гранул пополам. Мы рассчитываем и полагаем таким образом. Тот азот, который внесен с осенью, качественное удобрение, допустим, НПК там 16-16 или 20-20-20 в этом направлении, тот азот промывается и в общем-то он уже растением не используется. Поэтому мы весной решаем проблему с азотным удобрением при помощи внесения уже отдельно. Уважаемые коллеги, в нашем институте я просто для информации, там Константин Игоревич в этом вопросе будет разговор вести, интенсивная работа ведется в генетике и селекции НУТа и СОИ. И я думаю, что, допустим, если бы наши кооперации, я понимаю, по какой-то причине она отсутствует, к великому сожалению, мы промолчим в этом плане, если бы она была более ближе, более узкая, более, будем говорить так, знаете как, ну, дружеское, как братское отношение. Мы бы, наверное, в этом отношении достигли больше. Я уверен, что расширение зернобобовых культур в Ростовской области должно занять не менее 350 тысяч гектар с уменьшением зернового калина. И мы говорим, что зерновые сему голова в вопросах структуры зернового калина сегодня принципиально выходят и от разработки есть у наших ученых яровые пшеницы, которые сегодня востребованы по полной программе. И сегодня итальянцы что говорят? Они обвиняют нас, что у них макаронов не хватает. Мы виновны в этом отношении. Поэтому я думаю, что этой культурой яровой пшеницы должно сегодня быть внимания более больше. Спасибо. Начиная с марта, да? Марта, конечно. Конец марта, начало апреля. Как только погодные условия. Да, начало апреля. Но, как правило, мы в марте отсеваемся полностью по гороху. Как правило. По крайней мере, в Прозовской зоне у нас. Северяне там чуть попозже. 1,4 миллиона вы назвали. Это с учетом избытка или достатка влаги в нынешнем году? Или это на каждый год? Вы знаете, ну, надо, конечно, с влагой увязывать в обязательном порядке. Я считаю, что в этом году это должен быть кредо 1,4. А если у нас дефицит влаги, то с этим параметром немножко нужно притормозить. 1,2, 1,3 максимально. Ага, ясно. В зале вопросы. Пожалуйста. Николай Николаевич, хотелось бы узнать ваше мнение. В последнее время стало модно вносить стимуляторы в ОСТО, либо говорят антистрессанты в баковой смеси с гербицидом. Как Вы считаете, правильно ли это делать в баке именно с гербицидом? Или, может быть, есть смысл это делать в разные сроки именно на горохе? Спасибо. Вы знаете, вопрос очень серьезный. Скажите, пожалуйста, кто у нас в Ростовской области? На базе какой лаборатории? При смешивании стимуляторов роста вместе с гербицидами или другим фактором, что же за химическая реакция там происходит? Какие моменты? Что за действующее вещество? Мы с вами... Так не бывает, чтобы они не вступали в свои взаимоотношения. Поэтому я считаю, что да, как стрессоявление можно с гербицидами уносить, но обязательно нужно знать технологии производства и с последующей реакцией, которые происходят при внесении. Лучший идеальный вариант вносить раздельно стимуляторы. Потому что они будут... Ну, они будут стимулятором. А здесь они будут борцами за стимуляцию. Я удовлетворил вас? Спасибо. Еще был вопрос, пожалуйста. Николай Николаевич, я заведующий лабораторией селекции науза, даже отделы селекции науза, зерноводологов, культуры многолетних травм, АНЦДО входит. Со всеми словами, которые вы сказали, я полностью согласен. Хотелось бы упомянуть такой момент. На сегодняшний день, приезжая даже неделю назад, видно было, что в некоторых хозяйствах уже отсеялись горохом. Ваше отношение, как ведущего специалиста по агротехническим вопросам о горохе, ваше отношение к этим мероприятиям и какие рекомендации в этом плане? Спасибо. Уважаемые коллеги, вы знаете, что на территории Ростовской области всегда бывают февральские окна. И как раз в эти февральские окна мы высеваем в большей степени зерновые колоссовые культуры, ячмень и попадает туда горох. Что я должен сказать в этом плане? Учитывая, что это происходит все-таки в феврале месяце, мы должны, если мы принимаем решение о севере гороха, мы должны принимать решение о 15 до 20% плюс нормы высева. Потому что низкие температуры все равно снижают схожесть гороха. И как бы мы там не рассказывали сказки друг друга, природу не обманешь. Поэтому мой подход, сеть с завышенной нормой. Но сеять надо. То есть, вот в Ставропольском крае есть такое даже поверье, если посеял горох, пошел снег, то это так урожай. Вы с ним согласны? Вы знаете, вот нут выносит температуру минус 7 градусов по вегетации, я не ошибся. ну пусть будет у вас 8, у вас аж особо, а наш 7 выносит. Да. Вы по снегу, вы знаете, я вам скажу, что это идеальный вариант. Идеальный вариант. Это лучше, чем дождь. Это идеальный вариант. Не буду расшифровать, почему это так. Нет, расшифруйте, пожалуйста. Да, ну что ж там расшифровать. Одеялом укутать. Вы понимаете, о чем идет разрывок? Почему озима не вымерзает? Потому что там одеяло из снега, а если его нет, там проблемы возникают. Поэтому этот вопрос является вот таким образом. По крайней мере, я убежден, и мы не единый раз в этом отношении были практическим свидетелем. Нормально. Николай Николаевич, вот зерновики, имеется в виду по пшенице, вот национальный центр зерна, с которым мы взаимодействуем тесно, они рекомендуют, что технология выращивания разных сортов разная по пшенице, азимой. Даже азимая мягкая, пшеница, казалось бы, одно направление. Но есть крупноколосые сорта, есть кустящиеся, их по-разному надо кормить, но в общем есть нюансы. По вашим горохам есть различия, которые надо учитывать? Вы знаете, я вам сказал, что мы по горохам ведем исследования, мы в паре ведем, только в паре, допустим, один горох, сорт там мы не занимаемся. Мы занимаемся исследованием, разрабатываем технологию в паре с горохом. Последний, который, допустим, на выходе. Каждый горох, каждый сорт имеет свои маленькие особенности. Маленькие, но он имеет. Но он имеет особенности, поэтому эти особенности, Биологические особенности культуры надо обязательно учитывать. Обязательно учитывать, безусловно, и оно имеет место. По отдельным направлениям. Отдельный горох, допустим, более устойчив к стрессовым явлениям. Отдельный менее устойчив. И вот когда мы говорим, что мы сегодня выводим сорта, которые устойчивы к вредителям, такого не бывает, почти что не бывает. Поэтому если какой-то элемент проявляется, то он настолько в пределах ошибки, что почти что нет. Но особенности каждого гороха, безусловно, имеют место. И его надо учитывать. И в процессе биологического наблюдения при выработке технологии введем эти нюансы, учитываем и выдаем по каждому сорту свои маленькие штрихи. То есть в паспорте сорта это все обозначено, да? Это надо учитывать. А что касается зимой пшеницы? Вы говорите, там технологии свои под зимой пшеницу. Под зимой пшеницу технология одна единственная. Создать оптимальные условия в осенний период для роста и развития растений. С таким расчетом, чтобы осенью не посеяно было рано, посеяно было в оптимальной, с учетом фитосанитарной обстановки на том или ином поле. Вы знаете, вопрос серьезный. Мы же не обращаем внимания. Мы сколько теряем посевом зимой пшеницы от корневых гнилей. Будь здоров. Понимаете, как в этом направлении? Поэтому, и здесь, что касается, да, отдельно кустятся сильнее, отдельно меньше сильнее кустятся. Надо учитывать. Но мы должны создать условия 2 месяца осенней вегетации оптимальные для роста и развития. Чтобы растение ушло в фазе полного кущения. И если это не происходит, мы весной вытягиваем азиму пшеницу за счет чего? За счет громадного дополнительного унесения минерального питания. Сыпем по полной программе за уши, чтобы можно было что-то получить. И такие очень частные моменты. Николай Николаевич, вот скажите, сейчас большой интерес к бобовым. И некоторые ученые говорят, и аналитики рынка говорят, что спрос и за границей большой, и внутри стороны тоже. Но мало семян. Вот дефицит семян будет сдерживающим фактором в нынешнем сезоне. Вот по вашим горохам у вас достаточно семенного материала? Вы знаете, можно сказать, что раз на раз не приходится, год на год не приходится. Но в данный момент у нас запас семенного материала по отдельным сортам гороха еще достаточно нереализован. Поэтому мы приглашаем. Если у кого-то такое желание, к нам будьте любезны. Можно, да, у меня еще по технологии несколько вопросов. Я правильно услышала, вы говорите, нужно внести с осенью по 80 килограммов фосфора и калия. Или я что-то не так услышала? Вы услышали совершенно правильно. По 80 килограммов ДВ. Я вам сказал, что мы изучаем два варианта. Вот, допустим, у нас идет два варианта. Один вариант, значит, 15 азота и 40-40-40. Второй вариант максимальный, это азота 30 и 80-80-80. Да, осеннее внесение, именно так. А азотом мы потом компенсируем это весной по вегетации. Совершенно правильно. В этом случае есть почва, богатая фосфором, есть почва, где фосфором? Мы динамику постоянно ведем. Я вам скажу, это было еще в молодости моей агрономерской деятельности отдельной, в том числе я задавал ведущему академику здесь в Ростове. Я говорю, не произойдет ли зафосфачивание почвы? Он говорит, молодой человек, на твою жизнь хватит, чтобы зафосфачивание почвы не произошло. Нет, ну тут же не зафосфачивание, это очень дорого, выходит 80 центров. Ну а вы думаете, как получить 50-60 центров? По-другому вы ее не получите. На естественном плодородике процессы вопрос серьезный. Чудес при выращивании культуры без агротехники не бывает. То есть независимо от обеспеченности почвы? Нет, надо учитывать. Мы просто у себя экспериментально ведем эти вопросы. И рекомендуем там, где почвы, допустим, имеют определенные процент содержания миллиграмм на килограмм азота, фосфора, калия. Мы говорим, что нижнюю норму используйте. Если там дефицит больше, высшую норму используйте в применении. А то, что я думаю, тогда какая? 40-40-40. От 40 до 60? Нет, 40 и 40. Не 60, не 60. Вы сказали, что 30 килограммов азота вносить по вегетациям. Это какая фаза лучше всего? Это знаете как, лучше перед бутонизацией. То есть тогда, когда создается максимальная возможность листового аппарата усвоить внесенное удобрение. А не просто так, когда взошел, и мы там бабах сразу покидали и все остальное. Можно кидать, можно не кидать. Я вам скажу вот такой момент, уважаемые друзья. Бывает же, мы же можем еще и комплексным жидким удобрением это компенсировать. Или внесением почвы вот в этом плане. Вот мы касаемся... Допустим, я сделаю маленькое отступление по ячменю. Если вы слышали, пусть меня Константин Игоревич простит. Какая лучшая фаза... Ячмень сам по себе очень отзывчивый. И сегодня на рынке он более востребованный, чем азима пшеница. Какая оптимальная фаза подкормки ярового ячменя? Фаза развития. Мы привыкли с вами, что фаза кущения и так далее и тому подобное. Если мы ячмень подкармливаем фазу не выше трех листьев, урожайность ячменя повышается на 20-25%. Не верите? Проверите. Так 30 килограммов ДВ азота вносить в какой форме азота? Это по листу? Можно в виде раствора вносить, если это жидкое комплексное удобрение. А в принципе мы носим селитру в большей степени под второе барнование, как правило. Или под дождик попадает. Вы сказали, борьбу с амброзией обязательно нужно вести. Можете ли дать рекомендации по гербициду против амброзии? Я не хочу даже этой темой заниматься. По той причине, что принципиальных гербицидов против амброзии я их не знаю. Они в процессе, если в фазе розетки, могут любые гербициды, которые мы применяем, они срабатывают. Если они пошли дальше расти, допустим, тогда к уборке урожая гербициды уничтожит амброзию, которая вышла за горизонт растений. Кроме раундапа ничего больше не существует. Какой-то более-менее мягкий гербицид по вегетации гороха. Рекомендуется? Давайте мы так, чтобы мы фирмам здесь рекламу не создавали. Действующее вещество. Давайте мы так сделаем, чтобы мы действующее вещество здесь тоже не называли. Вопрос такой. Если у вас имеет место чередование пестицидов в структуре обработки почвы, один гербицид срабатывает лучше. Если вы постоянно один гербицид применяете и пытаетесь решить вопрос за счет экономики, это другая ситуация. Поэтому я не хочу даже и заострять внимание на этом вопросе. Применяются гербициды согласно списка зарегистрированных и разрешенных к применению. Давайте на это место мысль. Последний вопрос задам. По инокуляции вы сказали, что обязательный агроприем. Слышала такой отзыв от аграриев, что инокуляция как раз на горохе не дает результатов, потому что почва насыщена этими аборигенными штаммами, которые помогут. Я вам отвечаю, это совсем не обязательный агроприем. Но он желательный агроприем. Он желательный агроприем. И сказать сегодня, что у нас в почве достаточно этих бактерий, которые бы смогли сформировать лубинковые бактерии на растении, наверное, не совсем правильно. И почему не совсем правильно? Пестицидная нагрузка, которая сегодня имеет место на нашей почве, она сегодня настолько биотику в этом нарушила почвенную, что не все так просто, как нам кажется. Поэтому вопрос, да, может быть, в меньшей степени на горохе он проявляется, но, по крайней мере, хуже не будет. Субтитры сделал DimaTorzok